Здарова танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир Танков от Листа Геймс, сегодня у нас на обзоре новая ветка японских танков в лице шестого левела Type 3 Джину, вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал, ну а мы с вами начинаем, и начинаем, конечно же, с бронирования, погнали! Итак, господа, коллижен модель нашего Type 3 Джину, вот, корпус НЛД 109, центральная часть 102, ВЛД, кстати, вот ВЛД, смотрите, сколько в приведенке, она под хорошим рикошетным углом, 280, не пробить даже на 2 левела старше, а вот в целом Ниста, конечно, слабоват, подбашенная рубка, а вот здесь сюрприз, очень часто на японских и на других танках, подбашенные рубки не имеют нормального бронирования, тем более, что углы склонения, как правило, там, какие-то квадратные, здесь небольшой угол склонения, но в приведенке все равно 148, люк мехвода 148, надгущечный по 150, теперь касаемо башни, маска орудия 162, жир, здесь 140, 156, хорошо, щеки 156 до 160, как для 6 левела, тоже достаточно крепко, верхняя планка 40 мм, по правилу 3 калибров, только от 120 мм будет пробиваться, ну, блин, на 6 левеле, какие танки обладают таким калибром, конечно, нет, лючок слабый, 64, и вы это должны знать, теперь борт 50, фальшборт у нас здесь 60, танковать будет нормально от борта, спокойно можете танковать, опять же, за счет рикошета, ну, будете подставлять щеку, но здесь все равно 137 приведенки, и обычным снарядом не каждый танк-то вас и пробьет, вот такое бронирование, по основным модулям, ребята, нас интересует пушка топовая, вот 7 левела, качайте обязательно ходовую, движок, рацию, ну, и давайте поглядим на саму пушечку, вот, 220 альфа, нормальный для 6 левела, 160 пробития на основном, 205 на голде, 44 на фугасе, почти 10 секунд заряжается орудие, но это на стоке, 1375 дпм, 0,37 точность, кстати, неплохая стоковая точность для тяжелого танка, и комфортное время сведения 2,3 секунды, касаемо по левой модернизации, во втором слоте вездеходную ходовую, в четвертом отстройку параллакса, в пятом звукоизоляцию, вот, касаемо оборудования, поставил стандартный комплект, я уже на этом танке сыграл 3 боя, вот, рекомендую сюда поставить закалку, турбину, досол, по снарядам, основной снаряд у нас бронебойный, летит 940 метров в секунду, голда кумулятивная, летит 860 метров в секунду, вот, так же летит, кстати, осколочно-фугасный снаряд, по экипажу уже уменьшается, 5 членов экипажа против там пятерки, да, вот, перки наблюдаете перед собой в таблице, теперь по плюсу-минусу машины, у нас неплохая броня в башне в целом, да, у нас есть УВНы, минус 12 в сочетании с броней башни, за исключением вот этого лючка, это уже приятно для рельефных карт, на стойке у нас заряжалась пушка там 9,6, по-моему, теперь она у нас с оборудованием и с нормальным экипажем уже заряжается 8 секунд, что приятно, 0,36 точность, 2,26 время сведения, нормальная скорость полета снаряда, в принципе, по огневой мощи здесь вполне все даже выглядит неплохо, за исключением одного, в сочетании с подвеской, когда вы в движении, там, отъезжаете, танкуете от борта или еще что-то, прицел как-то себя, на мой взгляд, странно ведет, и связано это с плавностью подвески, казалось бы, должно быть хорошо, но в моем случае как-то все вот плывет сам прицел, не знаю, показалось, поездите сами, потом пишите комментарии, может быть, у меня глаз замылился, по хп 1200, опять же, как для 6 левела, это норма, по мобильности, с турбины, аж 44 вперед, 14 назад, у нас почти 15 лошадей на тонну, нормально, танк едет, нормальная вменяемая подвижность, по обзору у нас, кстати, хорошие, уверенные 384 метра, причем у нас на обзор ничего нет, то есть обзор у танка годный, я хочу заметить, что глядя там на последние ветки прокачиваемых танков, например, вспоминается почему-то сейчас двухстволки советские, там тоже на тяжелые танки ставили уже больший обзор, нежели стандарт, среди других десяток разных наций, так и здесь, это всего лишь 6 левел, а у нас, прошу прощения, 384 метра обзор, нифига себе дали, вот, ладно, предлагаю же отправляться, бой, давайте посмотрим, как Type-3 Junu себя ведет в боях, погнали! Так, господа, обзор боем у нас Junu Type-3, новый тяжелый японский танк 6 левела, 940, да, так, на ББшках будем, наверное, играть, попали в одноуровне, даже к пятеркам, нет смысла на голду садиться, тем более, что город будем работать через каток, скорее всего, по подвижности едет чего-то, у него какое-то странное наведение, подвес какая-то странная на танке, как корабль плывет мягко, я не привык к такому, подвешивает, тяжей дофига, торопиться не будем, так, по подвесному, как корабль плывет мягко, потому что трюка идет скорей, пробейте артовод проснулся артовод проснулся глянь, никто не светится пробейте сейчас артовод высадится, смотрите внимание а мы раз и за домик а тут пока и никого ассист пошел так, ну что пару косых то мы должны настрелять на шестерке то нет как оно вообще по идее рискую конечно все, поиграл один сейчас сюда выйдут шакалы блин, мы тут остались то вообще нехорошо как-то тут уже этот подъехал ну как наше о, наступают но ребята какой-то странный здесь оно прицел вот как-то играется по странному будем будем с вами честны иди нахер на автоводе иди нахер 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 ты погляди он чё реально сюда забрасывает но это уже дичь какая-то карта за дома забрасывает но это не нормально ты погляди сразу сразу сюда же отправляет и ну это просто дичь как лтшка к нам туза заехала надо за ней ехать у меня ремонт еще не это танканули все ванга ребят с горем пополам пока засейвились от арты 2к по сути дали мне надо башню чинить а это а он о ком Ух ты, какой гражданин там. Он в простой или как будет у нас? Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну настрел есть, но пушка-прицел очень странный. Вот, подвеска, не прицел, прошу прощения, ребята, подвеска странная у танка. Прям очень странная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, попали. Настрел нам нужен. Тихо. Ух ты. Субтитры сделал DimaTorzok Блядь, ублюдок мелкий. Башня еле ворочается. Ну, двух удали, ребята, но тут уже как бы полная жопа окружение. И этот причем так и не засветился где-то из куста с воды бил. И артовод уж сюда переехал. Ну, короче, толпой пушили. Танк странный. По подвеске из-за этого как-то вот все это сводится при движении. Короче, ходовой. Вот. А с ним что-то происходит. Хм. Я даже не знаю, хоть и какую-нибудь, не знаю, умпесу оставить. Просто что-то... Вот чуть-чуть крутися на месте и прицел плавает. Подвеска у него какая-то вообще странная. Прям вот как пневмоподвеска мягкая что ли. И как-то вот с прицелом все выглядит несуразно. Ладно, в целом. Сказать, что... Ух ты! Первое место у нас, ребята. 2К дали. А остальные, ну вот так вот. Вот. 300. Ну, до 800. Мы двушечку. Повезло. Этот бой ни о чем не говорит. Бесит именно прицеливание в движении. С этого танка очень тяжело стрелять. Танку по пятибалльной системе поставлю твердую троечку. Вот. На 4 с минусом он даже не тянет. На 4 эта машина. Какая-то она тугая. Предыдущая пятерка мне, кстати, даже больше понравилась. Ребят, кто уже начал катать джуну, пишите в свои комментарии, какой вы используете оборудование. Вероятно, я что-то, может, по оборудованию не так ставлю. Хотя тяжелый танк стандартно все поставил, чтобы подвижность была получше. Досло закалку. Дальше, конечно, можно пытаться другим видом оборудования играться. Ну, не знаю. Пишите в свои комментарии, на чем вы катаете, на чем вам зашло. Вот. Конечно же, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. А я говорю, что пока. Три бой я на нем скатал. Танк говнецо, как по мне. Пятерка лучше. Вот по ощущениям пятерка лучше. До скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok